Добрый вечер, дамы и господа. Представляю вам, как и просили мутированную флору. Что это? Зачем это? И почему это? И для чего она нужна? Как видим, вот оно здание. У нас есть вот такое вот написано мутированная флора. Заходим в нее. Мутации. В первую очередь у вас откроется мутация клеток. Вот, смотрите. Есть вот такая подсказочка, для чего они нужны. Клетки, гены, бактерии, грибы. Но грибы у нас еще закрыты. У нас пока открыто три. Это клетки, гены и бактерии. Начнем мы с клеток. Вот архив клеток. И смотрим. То есть, чем выше у вас уровнем клетка, тем больше она даст вам процентовки. То есть, процентовка пойдет на защиту, на атаку, на здоровье. И каждая клетка будет отвечать за определенный тип муравьев. Солдат именно. Вот, допустим. Если взять четырехзвездочную клетку конечностей, то атака муравьев будет увеличена на 23%. Здоровье стрелков на 9,2%. Защита-носитель 23%. То есть, таким образом, чем выше у нас клетка звездами и уровнем, тем больше она даст процентовки. У меня сейчас клетки выглядят вот в таком формате. То есть, у меня есть четырехзвездочная клетка восьмого уровня. Она дает 17% атаки муравьям-охранников, защиту муравьям-стрелкам и здоровье муравьям-носителям. Есть ядовитая железа клетка. Она именно дает защиту охранникам, атаку муравьям и здоровье муравьев-носителей. Как видите, вот все проценты здесь указаны в трех строчках. То есть, чем больше будет у меня звезд, тем больше будет у меня процентовка расти. Вот. И также с каждым уровнем будет расти любая клетка. Но это фиолетовые. Они самые дорогие. Их очень трудно делать, если повысить. Нам нужны вот такие ядра. Вот. Это малое ядро клетки. Его можно выбить с ящерок, начиная с первой и заканчивая тридцатой. То есть, чем выше у вас будет клетка, тем больше будет стоить ее повышение в звездах. То есть, чтобы мне поднять до пяти звезд свою клетку, мне нужно 800 ядер малой клетки. Это очень много. И 23 миллиона медовой росы. Это дорогое удовольствие. Не все сразу. Как видите, мне пришлось заново правый ряд клеток начинать строить. Они сейчас маленькие у меня. Да, маленькая процентовка идет. Абсолютно по всему. Вот. Но лучше так, чем было. БМ. Здесь добавляется также урон. От этих клеток, эти клетки добавляют урон вашим муравьям. Абсолютно всем. Начиная от охранников и заканчивая носителем. То есть, я как уже говорил, клетки именно дают процентовку. То есть, все это суммируется. Все проценты, которые находятся в этих клетках, они суммируются и добавляют процент к атаке. Гены. Гены тоже довольно-таки интересная вещь. Допустим, все то же самое. Все то же самое. Вот. Смотрим иллюстрацию генов. Гены также идут. Вот. Первые у вас будут зеленые, потом синенькие, когда вы их улучшите. Пятизвездочные, ну, трехзвездочные, пятого уровня. Синенькие, семи, седьмого уровня, четырехзвездочные. Пошли фиолетовые. Ну, и все то же самое. Все та же самая процентовка идет у ее генов. Разработчики тем самым, когда добавили вот эти вот все гены, клетки и прочую фигню, они этим самым решили модернизировать муравьев-солдатов, которых мы выращиваем с вами. Ну, вот давайте на наглядном примере покажу. Вот у меня есть трехзвездочный ген. Я могу повысить ему звезду. Смотрите, на повышение звезды, чтобы он стал у меня четырехзвездочным геном, требуется генная цепь. Вот мы ее можем достать, либо купить, либо мы можем принимать сбор кристаллов, открывая магазин шахты. Вот, и эту генную цепь мы можем обменять за счет кристаллов. Тысяча кристаллов, тридцать, оп, даже больше. Три тысячи кристаллов, тридцати генных волокон этих. Также нам понадобится генетический фактор. Однозначно берем. Это мы будем... Я сейчас все покажу. Вот, насколько у вас хватает, все это покупаем. Все. У меня, как бы, я уже закупку делал. Также вы в этом магазине можете купить ресурсы. Не забываем, ребят, если у вас уже прошла эволюция этих геномов, вот, как видите, здесь можно купить двухзвездочный толстокожий ген. Вот. Вам понадобится продвинутая генная цепь. Для чего? Я сейчас покажу. Переходим обратно к нашей мутированной флоре. Заходим. Вот. Мы можем ее повысить, да? Повышаем. Выбираем. Она автоматом выбирается, кстати. Ресурсы. Ресурсов требуется, ну, немало, да. Это удовольствие дорогостоящее. Вот. Особенно, когда их не хватает. А когда их в избытке, то проблем, в принципе, нет никаких. Вот. У меня сейчас пока проблемы с грунтом. С остальным вроде стабилизировалось. И повышаем. Да. Он просит подтвердить. Подтверждаем. Хоп. Дальше. Смотрите. Видите, чтобы сделать фиолетовую, мне потребуется продвинутая генная цепь. И, да, у меня сейчас 55 штук их, но их потребуется больше. Смотрите. Разница в том, что четырехзвездочный толстокожий ген мне сразу добавил БМ. Было 14, стало 23. Если я улучшу до 5 звезд, то их будет фиолетовая 48. Но. В чем еще подвох? Усиление. Когда у вас есть такие геномчики, вы покупаете первого уровня, вы их улучшаете без ресурсов. Вот этими геномами. Оп. Уровень повышен, да? Выбираем геном. Все. Еще раз повысим. Теперь выбираем сок. Генетический фактор, вернее. Использовать. Здесь, как видите, на нижней линии уже требуется мясо и песок. Также вода. Вода это вот постоянная. Она используется в модификациях, особенно геномах. Прям без воды, но никуды, как говорится. Песок. Это вообще самый дорогой ресурс, самый тяжелый и дорогой ресурс. У нас песок и вода. Но если с водой можно решить вопрос, то с песком намного сложнее решить вопрос. Все. Подтвердить усиление. Мы усилили. Теперь у меня стала синяя, пятизвездочная ген. Также я могу дальше еще использовать. Использовать. И до восьмого уровня ее не получается у меня докачать. Не хватает у меня этого сока генного фактора, точнее. Я почему говорю сок? Потому что сейчас дальше мы пойдем. Я покажу, почему сок. С этим можно запутаться, конечно. Но генетического фактора не хватает. То есть мне сейчас вот это улучшение. Ага. Максимум, да? Хорошо. Мы достигли максимума. То есть не могу я улучшить ресурсы. Я взял. Надеюсь, вам будет более понятно теперь с этими генами. То есть, как видите, БМ у меня сразу увеличилось. 324 стало. Я, конечно, уже забыл, сколько было в начале. Но я вижу разницу в том, что она увеличилась. И как видим, у меня вот, начиная от брюха, потом идет щипцы, идет тело и идет голова последняя. Вот и пошли. Каждый ген отвечает за свой процент. То есть, если мы первый нажали, он там дает охранникам атаку, защиту муравьям, стрелкам и здоровье носителям. Второй нажимаем. Идет атака стрелков, защита носков и здоровье охранников. Третий нажимаем. Атака носков, защита охранников, здоровье муравьев. То есть, все идет. Вот три вида войск. Три гена. На каждом, вот допустим, на брюхе три гена. На щипцах три гена. На теле три гена. На голове три гена. И все эти три гена, вот как видите, процентовка вся та же самая. Начиная от первого, заканчивая третьим. То есть, если они у вас все в одних звездах, то, ну, как бы вот так вот и получается. И это все суммируется. И в общей сложности со всех четырех отдельных частей тела муравья, да, получается у нас БМ сейчас 324К. 324 тысячи. Если взять клетку, то на клетке у нас 182. Но почему? Потому что у меня клетки все разношерстные. Есть четырех уровней, трех, третьего уровня и седьмого уровня. Вот, это синие. Если бы они были фиолетовыми все, как вот ядро железы и челюстная клетка, БМ была бы такая же, как и на генах. Где-то за 300. Бактерии. Вот. Теперь переходим к бактериям. Видите, разница тоже есть. Бактерии точно так же подразделяются на несколько видов. То есть, самые первые зелененькие, потом второго уровня идут синенькие, пятого уровня максимальные. Потом третий уровень, опять синенькие, седьмого уровня у них максимум будет. Но, видите, три звезды, четыре звезды. Фиолетовые пошли пять звезд, потом двенадцатые пошли уже улучшенные. Тут процентовка другая. И так вот идем до двадцать пятого уровня. Это абсолютно на всех трех вот этих вот бактериях, клетках и генах все одинаково. Если вы посмотрите, все идет до двадцать пятого уровня. То есть, я как бы не обманываю. Архив клетки. Вот, видите, последняя линия двадцать пятая. Но клетку чуть легче развивать, допустим, чем те же самые гены и те же самые бактерии. Почему? Потому что, вот сейчас возьмем усиление. Вот, кстати, бактерицины, да? Только есть еще и клеточный сок, но это на клетке. Поэтому я их все время путаю, тут ничего страшного. Используем бактерицин. Как видим, бактерицин требует, чтобы у него уже ресурс присутствовала листва. Листва тоже такой ресурс, который, блин, то его валом, то его нет. Вот, подтвердите, да, подтверждаем. Оп, произошло улучшение. Теперь для сравнения просто берем вот эту клетку 25 тысяч. И берем эту тоже 25 тысяч. Ладно, усилим. Все, подтвердить. А тут не требует ресурсов. Уже 27 тысяч. То есть, если у меня бактерия 4-х звездочная 7 уровня, у нее уже на этой бактерии урон 27 тысяч она дает. БМку. Если вверху посмотрим, вот, общая БМ под мечами 6 уровня 25 тысяч. Ну, и так далее по убыванию. То есть, 11 тысяч 5-го уровня 3-х звездочная. 4-го уровня 10 тысяч дает. Ну, и в процентном эквиваленте, как говорится. Тоже усилим. Хотя бы так. Да, с бактериями тоже тяжеловато, потому что их, ну, проблематично достать. Их можно достать вот в этом магазинчике. Называется подземная пещера. Магазин. Вот. Вот он, клеточный анет. Здесь клетки у нас. Тут клеточный сок можно купить и ядра. Но смотрите, здесь ядра покупать невыгодно. Потому что за 10 ядер вы отдадите тысячу. А вот эту тысячу насобирать очень долго. То есть, блин, прям вот тяжело собирать вот эти тысячи. Конечно, легче купить клеточный сок. Покупаем. Есть также здесь магазин Первый пропуск. Вот в первом пропуске, когда я дойду по уровням, то есть набью 260, мне дадут 600 генфактора. Потом 280, мне дадут бактерицины в количестве 600 штук. И 100 ядер дадут, если я наберу 290 уровень. Также на этом, повышая уровень прохождения, я сейчас объясню как, проходя эту пещеру, есть вызовы. И мы вызываем, вот завтра, вторник, у нас будет вызов клетки. То есть, у меня сейчас прогресс пока 25 уровней прошел. И да, клетка у меня слабо развита, поэтому недалеко я ушел. Как видим, в эволюции у меня прогресс чуть получше. Уже 58. Вызов спецмуравьев 73. Еще лучше. Вызов гена тоже 24. Вызов бактерии 15. Потому что бактерии практически, они недавно появились у нас, может, недели 3, ну, около месяца, как появились бактерии, еще они не сильно развиты. Вот. И вызов дикого существа. Тоже проход у меня 53 уровня. Максимум, если все 100 будут закрыты, то есть мы спокойно в магазине сможем в первом пропуске все вот это вот купить за одну единичку, за одну единичку вот этой заразы, где она есть. За каждое прохождение мы получаем вот такую вот зеленую штуку. Вот внизу у меня, вы видите, 3,875. Вот как она. вот за нее мы сможем за одну единичку купить. А, это светящиеся грибы, ребят. Прошу прощения, слеповатый, староватый, не увидел. То есть светящиеся грибы. Потому что пещера у нас называется, подземная пещера, да. Все логично. Все просто и элементарно. Что ж, вернемся к клеткам, да. Вот видите, у меня загорелась клетка брюха. Просит усиления. У нас есть клеточный сок в количестве 300 штук. Мы можем сейчас использовать этот сок, добавить медовые росы, столько, сколько нам требуется. Вот возьмем с запасом. И подтвердить усиление. Это можно убрать, подтвердить. Хоп. Все. Видите, стало четвертого уровня, но трех звезд. Кстати, вот без, блин, чертовые ядра, чертовые ядра эти. Видите, надо 200 ядер, чтобы поднять хотя бы одну клеточку до фиолетового. здесь, блин, прям это надо ящериц бить просто ПКД. Ну, хорошо, давайте для примера сделаем так. Чтобы вы понимали, о чем речь идет, я сейчас при вас запущу ящерку. Возьмем мы 25-ю, без проблем убьем, чтобы на 30-ю долго там народ не собирался. Рейд, подтвердить, выбираем свой отряд. Отряд на ящерицу лучше брать чисто стрелки, чтобы проходил по ней больше урона и вы были уверены в своей победе. Блин, всегда тыкают в фигню. Вот. Сейчас мы убьем, либо к нам кто-нибудь присоединится на ящерку. Нет, к нам никто не хочет. Ребята тоже вон бегают по ящеркам. С ящерок у нас падает вот такие вот штучки. Как видите, все здесь есть, отображается. С ящерок нам падают вот такие вот пакетики для роста клеток. Использовать. Да, используем все три, все шесть, у кого сколько есть. Вот. Видите, он дает сразу большое ядро клетки, клеточный сок, малое ядро клетки и прочее. То есть, чем больше вы будете убивать ящериц, тем больше у вас будет вот таких вот пакетиков для роста клеток. Но вот этот вот пакет для роста клеток, четвертый, он дается с тридцатой ящерицы. Предыдущий, третий, дается с двадцать пятки, с двадцатки. То есть, если вы можете бить там в соло двадцатку либо двадцать пятку в Велком по КД десять ящерок можете смело убивать. Это вот сейчас переделали разработчики буквально с последним обновлением. Вот. Сделали ограничение на убийство ящерок и добавили вот эти вот пакеты роста. Раньше ящерок можно было бить по КД прямо вот просто лупить, лупить, лупить и вы взамен получали только одно ядро клетки, убив ящерку. Ну, там были ускорители, бриллиантики и прочая ерунда. Сейчас они это все пересмотрели и сделали вот такого вот формата. То есть, если мы взорвем, откроем сейчас пакет роста клеток четвертого уровня и посмотрим, что нам даст. Как видим, здесь дает намного больше клеточного сока. Как видим, дали 12 малых ядер и одно большое ядро клетки дали. Вот. То есть, я еще сам не знаю, для чего нужно большое ядро клетки, но я так думаю, что для дальнейшего апа, для дальнейшего улучшения. Ладно, пока у нас ящерка там идет. Вот. Перейдем дальше к этим клеткам. Зайдем в архив. Я просто хочу посмотреть. Нет, я не посмотрю, пока не дойду до этого уровня, до 15. И, скорее всего, большое ядро клетки потребуется нам, чтобы перейти с 15 уровня на 19. и в дальнейшем будет использоваться именно большое ядро клетки для повышения уровня и улучшения. Потому что здесь еще при повышении требуется малое ядро клетки. Я как повышу, я дополнительное видео сброшу, обязательно расскажу для чего и как. Вот. Дальнейшей информации особо-то нету и просмотреть ее в принципе сейчас негде. Получить клетки это где вы можете получить. То есть либо через покупку. Да, кстати, кто не хочет слишком долго геморроиться, любит там деньги вкидывать во всякую ерунду, может купить себе разные наборы. Они продаются в магазине. Вот. Гены продаются. Вы можете выбрать. Вы можете купить себе сразу даже вот кто там любит деньгами посорить. Сразу такой вот набор. и все. И как бы не париться там, не заморачиваться, ничего. Но я бы не рекомендовал. Это не профитно, да и не особо надо. То же самое по клеткам. Как видим, можно выбрать только набор. Называется четырех... Ну, клетку любую, фиолетовую, вы можете выбрать себе в подарок за 1800 рублей. Почему бы и нет. Вот. Ну и по бактериям то же самое. Вот. Все то же самое. Вот они, три набора этих добавились в последнем обновлении. Так что, кто любит деньгами сорить, вот как у нас делают это тайваньцы на сервере, они просто как пылесосы все подряд скупают. Да что ты. Вот. Поэтому как-то так. Ну что ж там с нашей ящеркой. Мы ее пойдем бить. 40 секунд до рейда. Мы сбегаем, убьем ящерку эту быстренько. И я вам покажу, что падает с этой ящерки. Помимо этого в пакетах клеток. Чтобы вы понимали, стоит этим заниматься. Ну, в любом случае этим стоит заниматься. Это стоит делать. И делать каждый день убивать по 10 ящериц. Так что еще немножко. И мы убьем эту несчастную ящерицу с синим языком. Вот. Кстати, бывают баги в игре, когда ящерка лежит просто на боку и притворяется мертвой. Да. Иногда бывает, что ваш дикий просто без армии бежит и убивает. Сам. То есть, где-то он потерял муравьев своих. Ну вот. Нет, сейчас нормально идет паровозиком. Ну вот, хорошо. Паровозиком идет к ящерке. Прицепа у нас нет, надеюсь. Нет. К нам кто присоединился? А, NPC к нам присоединились. Ну, NPC по КД присоединяются, потому что, блин, если вы идете в рейд 1, да, силы у вас достаточно, БМа, то к вам просто хвостом падают эти NPC. Сейчас произойдет битва с ящеркой, после которой мы получим награды. Награды я сейчас тоже покажу, которые мы получим. Вот, битва произошла. Смотрим отчет по ящерке. Как видим, мы получили 1 час ускорения, медовую росу, там, еды, чудесную медовую росу, четвертого уровня. Это хорошо, 20 тысяч опыта добавляет. И получили пакет для роста клеток 3. Ну, это хорошо. Как я говорил, с этого пакета роста клеток при использовании мы получим какой-то предмет. Ну, а лучше их открывать, когда у вас, допустим, их там 10, 15, 20 штук. То есть, массово открывать. Не по одному щелкать, чтобы у вас это происходило, там, давало один какой-то ингредиент, а давало скопом. То есть, почему скопом? Чтобы вы понимали, сколько нужно бегать на ящерку, чтобы вам накопить на тот или на то или иное улучшение клетки, гена, либо бактерии. То есть, ну, побегать придется, и это не быстро, это, да, это трудоемкая, как бы, работа, и много времени занимает. Но оно того стоит. То есть, мутированная флора отвечает у нас за мутацию муравьев. Вот. Она добавляет вам процентовку к урону, к защите, к ХП, то есть, ну, к здоровью. Поэтому, ребят, в любом случае нужно улучшать, нужно вкладывать в это ресурсы, нужно вкладывать в это время. Почему? Ну, вот объясню, допустим, вот отчет боя, да, вот успешный захват жилы. Как смотрим, учит, человек, в принципе, по БМу со мной на равных. Даже, может, чуть больше у него БМка. Видим, то есть, я убил полностью ему всех его солдат отправил. Вот у меня написано вверху убито. Потеря силы. У меня 600, у него лям 400. Смотрим. Характеристики войска. Вот она, ваша процентовка. Она отображается именно здесь. То есть, как видите, за счет того, что у меня более улучшенная мутированная флора, я нанесу больше урона. Процент нанесения урона у меня гораздо выше, чем у него. Хотя, наши войска, что по первой линии на равных. На второй линии у меня вообще даже меньше войск, чем у него. Ну, на третьей линии чуть-чуть больше, чем у него. Ну, в принципе, это все компенсировалось. То есть, смотрим. Здоровье. Сердечко, да? У меня 41, 90 процентов. У него 39, 20. Да. Скорость. У меня 70, у него 0. Защита. У меня 250, у него 151. Атака. 328, у него 184. Но это у него носители. Так, ну, кстати, вот, что хотелось бы сказать, что, кстати, муравьи и стрелки больше урона наносят по носителям. А охранники больше урона по стрелкам. Вот как бы так и получается. Если посмотрим детали боя, то, ну, тут еще немаловажный фактор. Факт играет то, что, какого уровня у вас дикое существо, вот, как у вас вкачаны генералы, то есть, сколько они могут использовать своих навыков. Ну, в принципе, да, это тоже составляющая, как бы, чувак прокачанный, неплохо, как бы, ну, немножко послабее, да? Это тоже играет большую роль. Ну, что ж, рад был вам помочь. Если что, смотрите, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты, что вы хотите еще узнать. Всем удачи, всем пока!